Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Это не возможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас сегодня из Москвы. И гость у нас сегодняшний также проживает в Москве. Это известный российский пианист, доцент Московской консерватории Яков Картинсон. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте. Я думаю, что многим рижанам знаком Яков, потому что он приезжал неоднократно с концертами в Ригу. И, конечно, мы будем рады, если еще раз приедет. Яков, скажите, в каких вы залах играли в Риге, когда приезжали? Я играл в Доме Черноголовых, играл в Зале Большой гильдии, в Зале Малой гильдии, играл в Церкви Святой Гертруды, играл. Это старая или новая? Я даже не знаю, она старая или новая. А где? В центре или подальше? Чуть-чуть подальше. Кирпичная церковь очень красивая. По-моему, это новая, если я не ошибаюсь. Кирпичная, да. Да, у нас в Риге две церкви Гертруды. Одна старая церковь Гертруды, а вторая новая церковь Святой Гертруды. И вот там, где старая церковь Сергея Гертруды, у нас в Панульнарган Залы почти такой же, как в церкви Святых Петра и Паула в Москве, на Китай-короде. А в новой церкви она немножко дальше, на Бриллибус находится. Но райан, мне кажется, есть и там, и там. Но хотя, кажется, все-таки новая церковь. Я думаю, что новая, да. Я думаю, что я в новой играл. Да, скорее всего, в новой. И, конечно, многим концертом занималась известная всем рижанам Илона Ехимович, ведущая на радио. Но не только, наверное. Кто вас еще приглашал? Илона Ехимович занималась как раз другим концертом. Хорошо, что вы напомнили, потому что это был концерт на радио. А, концерт на радио. Прямо на площади Домского собора. Там у меня еще был концерт. И вот я сейчас его забыл назвать, хотя я его очень хорошо помню. Да, прекрасно. Поэтому, дорогие друзья, у нас сегодня такая связь с Ригой двойная. Это очень-очень радует. Меня очень удивила биография Якова Кантинсона. Дело в том, что с детства и фактически, получается, он окончил музыкальную школу по двум предметам, по двум специальностям. Это флейта и фортепиано. И вот, Яков, как удавалось совмещать достаточно длительное время два инструмента, и как все-таки удалось выбрать один? Еще было увлечение танцем. А, даже танцем? Кроме, да, да, да. А каким танцем? Балет классический, только классический танец. Это было... Но оно это раньше закончилось. Но и, тем не менее, совмещать как-то это все удавалось. Чем моложе человек, тем проще ему как-то это совмещать. Потом, когда уже это стало сложно, я уже перестал совмещать. Пришлось как-то... Ну, флейта ушла сама собой просто. Ну, школу я закончил. В каком возрасте? В школу закончил. Смог закончить школу. Да, да, да. Смог закончить школу с оценкой 4 с плюсом, что у нас считается... Это у нас... В нашей системе 4 с плюсом это приблизительно то же самое, что 3. Да, поэтому... Да, что это очень плохо еще. Было две оценки. 5, 4, 5, 4, 4. Я никогда не играл на флейте очень хорошо. Я это понимал. И, в общем, как-то так она постепенно пошла на такое... На диминуэндо. Да. А когда закончили с танцем? А с танцем я... Это было увлечение скорее детства и такого раннего подросткового возраста. Потом, конечно, просто танец. На танец надо тратить гораздо больше времени вообще, чем на все, что угодно другое. Даже так? Да. Это... Все-таки больше. Я когда перестал танцевать... Мне сначала казалось, что музыканты все большие и очень бездельники, что они ничего не делают. И по сравнению с балетными, я думаю, это так и есть. Даже так, да? Фантастика. Хотя считается, что мы тоже много занимаемся. Ну, вот смотря... Надо сравнить просто. Если это сравнить, то там это... Ну, вот я когда занималась байлами, танцами, тоже было очень много. И моя преподаватель фортепиано категорично заявила, что нужно выбрать или танцы, или фортепиано. И, конечно, мне было очень жаль, что мы оставили танцы, потому что мне кажется, что они помогают воспитанию чувства ритма, чувства метра, которое у многих музыкантов все-таки страдает. То есть не всегда вот это чувство времени, оно присутствует. И ему очень трудно научить. А вот именно танцы способствуют этому. Как вы считаете? Я считаю, что помогают, но не всем, а только тем, у кого это чувство ритма и чувство времени, все равно есть от природы. А тем, у кого она есть от природы, может быть, и не обязательно, чтобы был танец. Поэтому, в общем, все равно природа имеет самое большое здесь влияние и значение. Ну, знаете, это интересно, потому что у меня, получается, природа полностью отсутствовала до 29 лет, потому что я играла крайне неритмично. И только потом, когда я стала обучаться уже у вашего коллеги Алексея Шевченко, вот он мне показал какие-то вот эти вот, ну, я не знаю, обучила этому метру. То есть я его стала чувствовать. И самое удивительное, что после того, как мы с ним занимались, все стали отмечать, насколько я играю метрично. И, то есть, получается, все-таки, природа проснулась очень поздно. Это очень интересно. Значит, она присутствовала, просто она спала. Да, это немножко, это есть разница между тем, когда совсем природы нету никакой, и когда она еще просто не проснулась окончательно. Ну, вот, кстати, раз мы заговорили о педагогике, я немного сейчас расскажу еще о другом педагоге, потому что я училась у Натальи Николаевны Гуреевой, Ведерниковой по органу, и в это воскресенье, к большому нашему сожалению, она умерла. Этот человек сделал очень много для органной музыки в Москве и в России. Большое количество конкурсов, организованных фестивалей и просто огромный-огромный класс органистов, которые присутствуют, не присутствуют, а которые представлены, наверное, по всему миру. Ее ученики играют везде и очень-очень много. А вот, и мне бы хотелось, конечно, сегодня об этом сказать, опять Танциному педагогу. И перейдем опять к сегодняшнему нашему гостю. Это доцент Московской консерватории, известный российский пианист Яков Кацнальсон, который большое внимание также уделяет педагогической практике. То есть фактически, когда я посмотрела вашу биографию, вы сразу по окончании консерватории или даже еще раньше начали преподавать? Ну, вы знаете, если вы заговорили о Наталье Николаевне, я еще хочу сказать, что я у нее учился по концертмейстерскому классу в консерватории. И она очень была для меня всегда... Не могу сказать, что мы прям дружили, но она была близким для меня по духу человеком и оставила прекрасную память об общении с ней и вообще об уроках. И мы продолжали общаться до последнего времени, потому что она приходила к нам в школу Гнесиных, где я преподаю как раз концертмейстерский класс. Она приходила к нам председателем каждый год комиссии. И это всегда было огромное удовольствие с ней общаться, и она вызывала большое восхищение своей силой характера, своей какой-то сдержанностью в повадке, какой-то особый аристократизм был в поведении. Так и есть. Да, и она поражала совершенно своими знаниями нашего предмета. Ну, то есть она знала практически всю вокальную литературу. Несмотря на то, что... Наверное, она связана с ней. Наверное, но просто все-таки она органистка, у нее совершенно другие были области. Ну, у меня супруг был Александр Викдерников, известный российский бас, служивший в Большом театре, и они очень много давали концертов, также совместных с органом, с фортепиано. И как раз незадолго до того, как я поступила к ней в класс, завершилась ее такая творческая деятельность, исполнительская, и она сосредоточилась уже только на преподавательской деятельности. Да, и вот как раз я узнала о том, что... Я не знала о том, что она вела концертмейстерский класс и также была председателем благодаря вашему педагогу Марии Шаловне Шритаевой, да? Марианне Шаловне. Марианне, да. Марианне, простите. И она как раз часто писала восторженные отзывы о работе с Натальей Николаевной Гуриевой-Ветерниковой. И тогда я узнала об еще одной ипостаси Натальи Николаевны. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях известный пианист Яков Катнальсон. И вот, Яков, давайте продолжим эту тему преподавания. То есть вы сразу начали после консерватории или еще даже раньше начали? Даже раньше. Я поступил сначала как раз именно как преподаватель концертмейстерского мастерства к нам в школу, когда поступал одновременно с аспирантурой. Это 98-й год. То есть это получается, что почти 25 лет уже моей, моего педагогики. А, то есть ты уже о ком? Да, 25 лет. Это очень серьезно. Да, да. А через два года по окончании аспирантуры Лисо Константина Версаладзе меня позвала ассистентом в свой класс. Так что это 2000-й год, значит, это уже 22 года, как я уже веду специальность в консерватории. Как 22 года вы уже преподаете в консерватории, да? Это очень серьезный стаж. Многие музыканты, концертирующие говорят о том, что очень трудно совмещать педагогическую деятельность и исполнительскую. Для меня пример самой Лисо Константиновны, которая тоже стала преподавать сразу же по окончании консерватории. И ей не помешала ее педагогическая деятельность, ее мировой концертной деятельности, которая продолжается до сих пор. Сегодня у нее концерт в зале Чайковского. И при этом она преподает все это время, как она закончила консерваторию, она так и преподает. Поэтому это очень индивидуально. Кому-то это мешает, кому-то нет. Мне иногда кажется, что... Но нет, мне никогда не... Поначалу только, может быть, я немножко боялся, что, может быть, это мне помешает. Но потом я понял, что это не мешает, а только помогает. Потому что, когда преподаешь, сам учишься. Я вообще могу сказать, что я начал по-настоящему учиться играть, только когда уже начал преподавать. До того все-таки я шел по дороге, которую мне прокладывали мои педагоги. Это немножко другое. А как хватает времени на то, чтобы подготовить новые программы? Пианисты, в отличие от органистов, играют все наизусть. Здесь просто надо расставлять приоритеты. И очень хорошо рассчитывать время. Все-таки не уходить с головой в педагогику, несмотря на всю любовь к ней. И к студентам, а не к ней даже любовь, а к студентам и ученикам. У вашего педагога, Лису Константиновна Версаладзе, огромное количество известных пианистов по всему миру. За ваши 22 года, кого вы назовете из ваших учеников, которые также удалось занять достойное место в творческой жизни России, может, других стран, именно исполнительской? Ну, вообще-то, очень много. Я так сейчас могу кого-то не вспомнить. Это и Дмитрий Шишкин. Ух ты, это ваш ученик. Да, и Мурат Адыгизалзаде, который художественный руководитель Бакинской филармонии уже довольно давно. И Виталий Стариков, который сейчас тоже очень много играет и с большим успехом. Марина Коломийцева, которая была лауреатом конкурса в Австралии. Боюсь кого-то просто не назвать. Ну, конечно, намного... Ну, даже тех, кого вы уже назвали. Намного-намного больше, на самом деле. Было намного больше. Вы играете большое количество концертов не только по всему миру, но именно в Москве. И это всегда разные программы. Сколько у вас уходит времени на подготовку новой программы? И нужно ли, например, сначала ее обыграть? Или в каждый концерт вы выходите и сразу фактически? То есть можете играть в новую программу без обыгрывания? Вы понимаете, у меня программы все новые из произведений, которые я уже очень-очень давно хочу, мечтаю и планирую выучить и сыграть. И даже если я их там еще не знаю, не могу играть, то у меня уже предварительная работа уже годами идет над этими сочинениями. Поэтому очень часто бывает, что мне достаточно просто выучить текст, текст, который я на слух и так уже знаю наизусть очень многие годы. В этом смысле очень помогает преподавание, потому что когда преподаешь что-то, произведение тоже выучивается вместе с учениками. Поэтому тоже очень по-разному. Просто очень редко бывает так, когда надо выучить какую-то музыку, которую я совсем не знаю. И на нее, конечно, уходит гораздо больше времени и больше каких-то сил, потому что вот это еще надо, вот внутреннюю работу еще надо, провести. А так в основном, если это сонаты Бетховена, сонаты Моцарта, и там Шумен, Шопен, вся вот эта вот наша золотая классика для фортепиано, вот это все я уже очень давно внутри себя проигрываю и, в общем, можно сказать, работаю над этим. Поэтому по-разному. Это бывает так, что иногда что-то дольше, иногда что-то короче. В общем, так я не могу сказать, что вот мне нужен месяц или там неделя или что-то. Это так я просто никогда не скажу. Очень зависит от произведения конкретного. Мы с вами говорили о том, что вы в детстве также еще танцевали, но танцором особенно балетным, нужно, наверное, где-то 4-6 часов каждый день заниматься. А вот для вас есть какой-то минимум, который, несмотря на педагогическую нагрузку, вот нужно посидеть самому за роялем? Я никогда не считал, никогда, даже когда учился, никогда не считал время, сколько. У меня просто была задача сделать конкретные вещи. Иногда на это уходило больше времени, иногда меньше. Но я не могу сказать, что я вот сидел 8 часов и потом добился какого-то результата. Можно сидеть сколько угодно, хоть 208 часов и ничего не добиться. У вас недавно была очень интересная программа, которая, кстати, отдельное произведение есть на сайте консерватории. Не на сайте, а на канале консерватории в YouTube. Можно послушать записи Якова Константсона. Эта программа, кажется, называлась «Истанцы». «Профили танца» она называлась. Это была такая книжка балетного критика, знаменитого Красовской, о петербургском балете, ленинградском балете. Она называлась «Профили танца». Я просто заимствовал название у этой книжки. Какие произведения туда входили? Как вы сделали выбор? Туда входила «Сюита де Фалии» из балета «Колдовская любовь», бразильские танцы Дарьуса Мио, аргентинские танцы Хиностеры, «Сюита Хиндемита, 22-й год», который тоже состоит из танцев, и «Павана», и благородные сентиментальные вальсы Равеля. Очень необычная, нетрадиционная программа. Ну, да, но это просто очень разные ипостаси танца. И это, на самом деле, очень сложно было составить эту программу, потому что тема танца совершенно неисчерпаема. Туда входят и «Сюиты Баха», и «Мазурки Шопена», и «Вальсы», и «Шуманы» танцы Дэвидсбюндлеров, и, в общем, в какой-то степени и «Карнавал», и очень много «Чайковского». И «Полонезы», да. Да, и «Чайковский», «Чайковский», на мой взгляд, просто весь танцевален. Даже если это и не называется танцем, то это всегда очень-очень донсантная музыка. И поэтому вот именно то, что сложилось именно на эту программу, это какой-то 10, наверное, процентов, если не 5, из того, что вообще хотелось на эту тему сказать. Можно будет ожидать следующий. Не знаю, я не знаю, но, в общем, эту тему можно еще развивать. А я просто об этом еще пока не думал. Но вообще можно развивать еще эту тему дальше. Есть какой-то композитор, к которому вы возвращаетесь постоянно? То есть, можно сказать, любимый композитор. Я понимаю, что пианисту задавать этот вопрос достаточно глупо, потому что, ну, просто огромное количество композиторов, выдающихся писателей. Ну, таких много композиторов, к которым мне нужно обязательно постоянно возвращаться. Это Бах, и Моцарт, и Бетховен, и Шопен, и Шуман, и Лист, и Прокофьев обязательно, и Равель, и Дебюсси. Вы понимаете, вот не могу сказать. Вот это все вот эти композиторы, мне нужно обязательно к ним возвращаться. Я как-то без них своего существования себе не представляю. А как вы подбираете репертуар для своих студентов? Хотелось бы, то есть пытаетесь с оглядкой на свое исполнительство, или все-таки смотрите природу каждого студента? Конечно, только от них. Нет, нет, только от них я исхожу. Но еще от того, что нужно. Ну, вот если это студент, я считаю, что он должен обязательно еще пока не искать свое направление, а себе почву создать для того, чтобы потом это направление себе найти. Для этого ему надо развиваться во всех направлениях. Ну, чтобы он играл и одно, и другое, и третий, и двадцатый век, и барокко, и обязательно, и романтику, естественно. Без нее вообще немыслимо фортепиано исполнительное исполнительство. Поэтому я настаиваю на том, чтобы они все играли. А потом уже можно себя ограничивать. Сейчас мы поговорили о том, что барокко, да. И я вчера была на замечательном концерте в галерее «Нитко». Алексей Любимов играл на фестивале «Эрар-фестиваль». Это рояль эпохи романтизма 1834 года, еще не молоточковый. И Алексей Любимов, конечно, он играет на всех инструментах практически, на клавишных, да, и клавесины, и клавикорды, и современные рояли. Играете ли вы на исторических инструментах, на исторических роялях? Очень интересно, что вы мне задали этот вопрос, потому что меня как раз пригласили играть именно на этом фестивале. И я, несмотря на то, что это очень было интересно и очень привлекательно, мне пришлось как раз отказаться, потому что я не умею играть, я никогда не играл на исторических инструментах, но мне было бы как раз очень интересно именно на романтическом инструменте поиграть. Я как раз вот уже зрею и думаю, как бы это организовать, и как бы вот это можно было бы как-то сделать, но все-таки специфика, и это надо все-таки специально учиться, это нельзя так сесть и заиграть. Ну, это действительно, да, как будто другие инструменты. Конечно, конечно. Но вот что касается, например, Шопена, мне бы очень хотелось именно с этим автором как-то вот именно попробовать именно на романтическом инструменте. Наверное, Шуберт, например. Не знаю, я о Шуберте не думал, я вот именно о Шопене думал в связи именно с историческим инструментом, потому что Шопен представляет совершенно невероятные трудности для современного концертного пианиста на современном рояле. И я так понимаю, очень много уже слушав записи и концертов на Ираре, я так понимаю, что эти трудности просто их не было именно на тех инструментах. Там само по себе получалось то, чего мы добиваемся с огромным трудом. Как интересно. Да, поэтому мне хотелось... Другое дело, что там другие трудности. Это я не хочу ничего... Я не хочу сказать, что там просто, а у нас трудно. Нет, просто немножко другое, и мне бы хотелось попробовать именно на том инструменте. Будем надеяться, что это обязательно случится. Вчерашний инструмент действительно... Алексей Любимов играл с фанатом Моцарта. После того, как он их исполнил, сказал, говорит, что вообще на этом рояле надо играть романтику, и в качестве убийства он сыграет Шуберта. И вот действительно, когда он сыграл Шуберта на этом рояле, это было невероятно изумительное. То есть именно, наверное, хотелось бы на этом рояле послушать композиторах романтиках, как вы правильно сказали, послушать Шопена. И, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях известный пианист Яков Катминсон и также доцент Московской консерватории. Я так понимаю, что вот эти две ипостаси и исполнительское творчество и педагогик идут тесно в обрук, да, и занимают всё, всё-всё ваше время. Но есть что-то какое-то ещё, то, что вас вдохновляет? Любите ли вы ходить в музеи, в театры, ходить на концерты своих коллег? Меня вся жизнь вдохновляет, мне всё интересно. И это может быть просто какая-нибудь прогулка, или, может быть, даже просто смотреть в окно, и можно даже вот что-то, вот какое-то вдохновение поймать. И другие искусства, и кино, и просто какое-то общение с людьми, это всё, вся жизнь очень важна, очень важна полноценная жизнь. Вот, я так не могу выделить какое-то, у меня нет увлечения чем-то одним заниматься, нет. Просто вот вся жизнь, меня вся жизнь интересует. Так же, как и вся музыка. Я не могу назвать жанр, который мне больше нравится или меньше нравится. Это точно так же. Можете назвать ваш идеальный день, когда вы играете в концерт? Нужно ли вам настраивать, или вы можете весь день провести в педагогике? Не, не за что, что вы. Конечно, нет. Нет, нет. Если я играю, я уже ничем не могу заниматься. Нет. Да. А идеальным такой день никогда не назовёшь. Тот день, когда у тебя концерт, он никогда не идеальный, просто уже после концерта иногда бывает чувство удовлетворения, такое, я бы сказал, в процентном соотношении только. Или наоборот, недовольство какое-то. А потом может прийти удовлетворение, по-разному бывает. Но такой день идеальным никак не назовёшь. Как вы относитесь к творчеству своих коллег? То есть многие любят покритиковать друг друга, а некоторые, наоборот, с радостью слушают, и что-то перенимают, и имеют вот этого критицизма. Ну, знаете, вообще я заметил такую особенность, что когда человек сам умеет играть, он довольно снисходителен к своим коллегам, потому что он понимает, какой это труд, и сколько сиюминутных опасностей на сцене. Поэтому я стараюсь не критиковать, хотя, конечно, когда... Если я понимаю, что бездарность вижу или слышу, то, конечно, я не могу остаться совсем равнодушным к этому. Но если это человек способный, талантливый, но у него просто неудачное что-то исполнение, или он не в духе, или что-то, то здесь я как раз очень стараюсь быть очень, в этом смысле, очень снисходительным. Музыканты, в принципе, не всегда ходят на концерты, но еще и не часто слушают музыку. Как вы слушаете музыку? Любите? В последние годы меньше намного. Раньше я очень много слушал. В последние годы как-то нет времени слушать вот просто так для удовольствия. А если я слушаю, то я, может быть, слушаю даже что-то другое. Народную музыку или джаз, или каких-то моих любимых эстрадных исполнителей. Вот как-то так вот... Что-то другое совсем. Нашим слушателям могли бы посоветовать, чтобы после нашей передачи послушать с месико-классического репертуара? Это очень сложно. Вот понимаете, поскольку я... Поскольку мне вся музыка нравится, очень сложно что-то одно выбрать, что-то одно посоветовать. Но я могу сказать, что очень рекомендую, если кто-то из слушателей не знает записи дирижера Вильгельма Фуртвенглера, все что угодно, то я бы очень рекомендовал его слушать. Потому что он один из очень немногих дирижеров, который создает такое ощущение сиюминутности того, что происходит. А с оркестром это практически невозможно. Это очень сложно, когда ощущение идет, как будто это импровизация, как будто это импровизация только огромного коллектива. И вот такого, пожалуй, больше я ни у кого из оркестров, ни из дирижеров, я, в общем, не знаю именно, чтобы так было до такой степени. Если касаться как раз оркестров, любите ли вы играть с оркестром? И какой вы концерт предпочитали? Сольный концерт или исполнение концерта с симфоничным? Я очень люблю концерты с оркестром, конечно. Конечно, когда с большим удовольствием играю, конечно. Ну, я сольный тоже. Это совершенно разный жанр. Разные жанры. Да, разные. Выбывает ли удобно с оркестром? Редко. Потому что часто вот редко. Редко, редко, редко. Но мне повезло играть с Геннадием Николаевичем Рождественским, например. с некоторыми другими. Кстати, наш Владимир Понькин потрясающе совершенно компонирует, ну, сопровождает именно фортепианный концерт. И у меня были какие-то впечатления, когда было играть удобно. Но это бывает скорее редко. Скорее исключение. Скорее исключение. Ну, вот дирижеры оба. И Владимир, и Игорь Вербицкий в Воронеже. С ними как-то вот особенно удобно играть. Они замечательные оба музыканты. Многие пианисты говорят, что удобно играть с теми дирижерами, которые были сами пианистами. Но, правда, вы сейчас назвали всех дирижеров, которые просто симфонические дирижеры. Я не думаю, что здесь есть прямая связь. И с пианистами иногда играть удобно, иногда нет. Насколько дирижер может навязывать свою волю исполнителю, и вам приходится заменить? Или все-таки удается оттоять свою точку зрения при исполнении? Я считаю, что ничего не надо отстаивать. Дирижер в любом случае всегда главный. И он диктует. Все-таки дирижер главный. Дирижер главный. И даже солист, он в любом случае все равно солист. Но он должен, конечно, тоже подчиняться концепции дирижера. Ну, это зависит, конечно, тоже от того, что за концерт. Если это, например, концерт Шопена, то там просто не получится подчиняться дирижеру в любом случае. А если это концерт Бетховена, то, например, пятый. Там вообще, я считаю, роль фортепиано очень яркая, очень такая, все время бриллиантная, но она скорее орнаментальная. Все главное происходит в оркестре. То же самое я могу сказать про концерт Брамса, про оба концерта. Все-таки там оркестр настолько важен, и про Кофе, что ничего отстаивать. Я считаю, что пианист не должен, но он должен тоже знать свое место. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях выдающийся российский пианист, доцент Московской консерватории, Яков Кацмельсон. Часто бывал в Риге, и мы надеемся, что также будут приезжать еще с концертами в Ригу. К сожалению, наша передача подходит к концу. Я рада, что концертная жизнь в Риге немного проводится. Концерты проходят в Домском соборе, а в других концертных залах. Ходите на концерты классической музыки, а если нет такой возможности, то обязательно слушайте. Мне кажется, что все равно это очень-очень важно слушать классическую музыку каждый день, особенно тем, кто не связан, как наш сегодняшний гость, с ней напрямую, когда классическая музыка, даже если она не звучит просто из приемника, из компьютера, телефона. Она присутствует в жизни в виде учеников, в виде собственных концертов. Я вам желаю больших успехов творческих. Конечно, будем очень рады видеть вас на концертах в Риге. Спасибо. До свидания, дорогие радиослушатели. До следующей среды. С вами я, Елена Привалова. До новых встреч. Радио Болтком